Как написать сильный аргумент? Наверняка все мы уже начали подготовку к итоговому сочинению, и вообще хотелось бы всегда писать сочинения, которые не вызывают никаких вопросов у проверяющего. На самом деле этого можно добиться, если готовится правильно, и в этом ролике мы посмотрим, как написать аргумент, который не вызовет никаких вопросов. Также стоит отметить, что у меня есть много роликов, которые касаются не только итогового сочинения, но и экзамена по русскому языку в целом. Есть ролик, где я объяснил, рассказал подробно про изменения в ЕГЭ по русскому языку. Есть ролик, где я подробно рассказал про готовый план подготовки к ЕГЭ, как правильно распределить время, в каждом месяце на что уделять, чему уделять внимание. И, в общем, есть ролик, кто пособит для ЕГЭ по русскому языку. Обязательно посмотрите, там я подробно рассказываю, где решать, что решать, почему решать, и где подглядывать за теорией. Ну а теперь к итоговому сочинению. Я считаю, что сценарий идеального итогового сочинения выглядит так. В первом абзаце мы обозначаем вопрос, может быть, пишем вступление, это все по желанию, и обозначаем свою позицию, тезис. Это то, что мы впоследствии будем доказывать примерами из литературы, то есть аргументами. Первый аргумент литературный, второй аргумент литературный, и пишем заключение. Здесь есть много «но», также есть много роликов, да, про итоговое сочинение, вы можете посмотреть. Например, нам нужен только один литературный аргумент, не обязательно писать два. Можно три литературных, можно первый из литературы, а второй из фильма, например. Но главное, чтобы все они доказывали свою позицию. Но по опыту, скажу так, да, с учетом того, что в наших курсах учится большое количество людей, в последнее время, ну, там очень много, очень много людей. Вот, поэтому в целом я вижу, что сочинение обычно выглядит так. И по количеству слов примерно 300-400. Сочинение, которое имеет около там 300 слов, оно вполне-вполне такое хорошее по опыту, опять же. Ну, вот к этому можно стремиться. Если у вас проблемы с сочинением, например, вы не знаете, как писать его, пишите вот так. Если все-таки там вы умеете формулировать мысли, там хорошо, как-то хотите четче, там может быть тезис один, тезис два, перед каждым аргументом подробнее раскрыть тему, то можете написать по-другому. Но вот в целом, вот как-то так. Сейчас мы рассмотрим примеры. Это неполные сочинения моих учеников, но есть о чем поговорить. Вот пример под номером один выглядит так. В жизни каждого человека бывают моменты, когда в одиночку он не может справиться со своими проблемами. Так нужно ли помогать людям, которые в этом нуждаются? Я считаю, что необходимо оказывать помощь нуждающимся. Для обоснования своей позиции приведу пример из читательского опыта. Орфографии, пунктуации все сохранены, но я хочу вот как раз-таки посмотреть на смысл. Ну, тема у нас простая, да? Нужно ли помогать людям, которые в этом нуждаются? Вот она тема. И тему приплели в первый абзац. Я считаю, что так делать надо. Почему нет? Красиво. Вот. Вопрос на ответная форму, вообще изложение мыслей. Супер. Но дальше идет тезис. Я считаю, что необходимо оказывать помощь нуждающимся. Такой хороший вопрос, но такой узкий тезис. Я не скажу, что он плохой. Не скажу, что он хороший. Можно лучше, можно хуже. Но вот как-то вот так простенько. Типа, в качестве аргумента нам, видимо, нужно привести пример, когда главный герой, видимо, помогает нуждающимся. В принципе, да и все. Вот. Давайте посмотрим. В произведении Куприна «Чудесный доктор» рассказывается о семье Мерцаловых, которая находилась в сложной ситуации. Отца уволили с работы, денег не было, дети серьезно болели, одна девочка умерла. Герой находился в отчаянии. Ага, орфография сохранена. Он размышлял о самоубийстве, поскольку не видел светлого будущего. Однако на улице ему встретился незнакомый мужчина, который выслушал все проблемы Мерцаловой и решил помочь. Доктор отправился домой герою, где назначил различные лекарства больным, дал денег на еду и дальнейшее существование бедной семье. Благодаря помощи Пирогова Мерцаловы смогли вернуться к хорошей жизни. На данном примере мы видим, что очень важно помогать нуждающимся. В заключение хотелось бы сказать, что мы не должны быть равнодушны к бедам окружающих, поскольку рано или поздно каждый может оказаться в сложном положении. 160 слов. Опять же, это кусочек только сочинения. Я второй аргумент намеренно исключил, потому что наша с вами задача посмотреть все-таки, как писать сильный аргумент, как не очень сильный. Я думаю, что этот аргумент мы отнесем все-таки к категории не очень сильных. Но, положа руку на сердце, мы точно можем сказать, что вообще-то этот аргумент засчитают, потому что он доказывает тезис. Но пока можно сделать что-нибудь, что улучшит нашу работу, да, что-нибудь, что позволит вообще не вызвать никаких вопросов, давайте мы это будем делать. Значит, в чем проблема? Вы можете, наверное, по этой стороне экрана где-то кто-то будет говорить, пересказа много, но вообще аргумент это всегда пересказ и пересказ конкретной ситуации. Здесь понятный конкретный пересказ конкретной ситуации вроде бы, но мне кажется, что как-то, знаете, очень поверхностно. Если вы читали «Чудесный доктор», то вы понимаете, о чем я говорю, да, потому что когда мы говорим про сильный аргумент, это всегда пересказ четкой ситуации. А тут как бы по верхушечкам. Но вообще на самом деле, почему я ожидал такого аргумента? Потому что тезис не очень сильный, потому что тезис по верхушечкам, понимаете? У нас получилось, что заключение вообще-то на самом деле интереснее, чем тезис. То есть часть, которая позволяет как-то логично закончить наше сочинение, интереснее, чем самая главная часть. Часть, которую не читает никто, кроме меня, кураторов и проверяющих вас, когда вы это пишете, потому что никому не интересно читать заключение. Да, интереснее, чем самая главная часть, где-то видано. Поэтому вот поработайте, пожалуйста, если особенно готовитесь самостоятельно, поработайте над этим. Тезис все-таки должен быть широким, хорошим, и это вам упростит впоследствии жизни. Но в целом работа понятная, нормальная, есть орфографические ошибки. Ну, есть ошибки, да. Есть, на чем работает, но работа хорошая. Но давайте посмотрим, например, под номером 2. Это то, к чему мы с вами, наверное, можем стремиться. Часто, человек часто взаимодействует с другими. На работе, учебе, в школе, в разных общественных местах. Часто говорят, что мы не можем жить в одиночестве. Я согласен с этим мнением и считаю, что на тесном контакте друг с другом должна строиться жизнь. Нас следует помогать ближнему и быть добрыми. Чтобы подтвердить свою позицию, приведу пример из литературы. Ну, здесь прям поменяли, да, немножко структуру, не обозначили вопрос, но имеет полное право. Значит, вот у нас тезис состоит из двух предложений. И мы с вами здесь видим, да, что вообще-то мы контактируем друг с другом, поэтому давайте-ка относиться друг к другу по-доброму. И в качестве аргумента нам нужно привести ситуацию аналогично и с первым примером, да, где, видимо, значит, должно быть теплое отношение и помощь. Но давайте посмотрим, как оформлен аргумент здесь. Так, в произведении Куприна «Чудесный доктор» рассказывается о семье Мерцаловых, жизнь которых больше похожа на произведение «До дне горького». Отец семейства потерял работу, жена старается работать и заботиться о детях. Мерцалов даже потерял стремление жить. Он понял, что не будет потерянного кошелька на улице, который их спасет, и никто не подаст милостыню. Вот это вот то, что я называю четкой ситуацией. Когда человек доходит до такого состояния, может произойти что-то ужасное. От смерти его спасли шаги, которые сели рядом на скамейке и услышали историю трагедии человека. Доктор Пирогов стал чудом для семьи Мерцаловых. Он дал денег, выписал лекарства и, самое главное, оставил после себя веру в прекрасное будущее. И на этом примере мы видим, что протянутая рука помощи может спасти такие ценные человеческие жизни. В заключении хочу сказать, что благодаря нам мир может стать намного добрее, если каждый чем-то поможет ближнему. 186 слов. Также, да, нам нужно от 250, я второй аргумент исключил. Но смотрите, значит, опять же, да, мы видим, что вот я специально два этих аргумента подобрал, потому что они очень похожи. Они вроде бы как по верхушкам, да, то есть там можно углубиться прямо посерьезнее и описать те или иные ситуации. Но здесь вроде бы по верхушкам вот эта вот ситуация, что, типа, Мерцалову было плохо, пришел, значит, доктор Пирогов и как-то им помог. Но вот во втором аргументе есть конкретика, и чем больше конкретики, ссылаясь на произведение, будет, тем лучше. Ну, мы вообще видим, да, что здесь уже сравнивают на дне Горького. Ну, понятное дело, что на дне, там, типа, за второй аргумент считаться не будет, да, у нас только чудесный доктор и здесь. Вот, поэтому вот эти вот предложения, конкретная ситуация, да, вот это вообще супер, да, стал чудом для семьи, он дал денег ли, это конкретная ситуация. Поэтому я рекомендую вам, конечно, стремиться к этому. Еще раз, да, если в двух словах, значит, первое, пишите всегда тезис корректно, понятно, четко. Второе, приводите, пересказывайте конкретную ситуацию в качестве аргумента. И даже если вы не читали произведение, вы все равно можете сказать, чудесный доктор, да, вы все равно можете сказать, что и первый, и второй аргумент, ну, норм, он доказывает, по крайней мере, точно тезис. А вот этого, ну, норм нам вполне хватает, нам не нужно писать, типа, идеальный аргумент. Но с учетом того, что ролик называется именно так, и мы с вами пытаемся поймать вот эти моменты, которые позволят нам впоследствии писать хорошие, понятные, конкретные аргументы, вот мы будем к этому стремиться. Четкость, четкость, четкость. По крайней мере, на курсе мы уже читаем произведение, уже пишем сочинение. Я рекомендую записываться прямо сейчас и не оттягивать, с учетом того, что у нас есть пакеты. Можете готовиться очень выгодно вместе с умскулка многим предметам. Но к итоговым сочинению готовиться нужно, потому что этот процесс нужно пройти без стресса, что мы, собственно, и делаем на курсе. На этом у меня все. Меня зовут Александр Долгих. Ставьте лайк, если вам понравилось. Записывайтесь на курс и пишите комментарии, если есть какие-то вопросы. Грамотно быть модно. До встречи на курсе. Продолжение следует...